10 апреля в стране стартует акция по выкупу у граждан незарегистрированного оружия. На эти цели из государственной казны выделено 10 миллионов тенге. В ходе профилактического мероприятия идет прием огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, которые не были зарегистрированы в базе данных. Акция по сдаче оружия на территории республики стартует 10 апреля. В ходе таких мероприятий у граждан были изъяты огнестрельное оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества. Незарегистрированное оружие можно сдать в управление полиции или в любой его отдел. Для проведения данной акции в Восточно-Казахстанской области из казны выделено 10 миллионов тенге. Эти средства будут выплачены гражданам, сдавшим оружие. Сданное оружие будет направлено на временное хранение в управление ТВО обеспечения департамента полиции Восточно-Казахстанской области. Если будет сдан раритетное оружие, данное оружие будет направлено в музеи. Так у нас в 2017 году было сданно ружье, 1717 года выпуска, которое было впоследствии направлено в Кровеческий музей. По данным полиции, незарегистрированное оружие часто хранятся как наследие или случайная находка. Однако оружие представляет опасность в любое время и в любом его виде. Поэтому данная акция очень важна, говорят блюстители порядка. Для этого принимаются заявления от владельцев, далее идет проверка номера в базе данных МВД. Если она кажется незарегистрированным, она отправляется на экспертизу. Принимаемое оружие оценивается по его состоянию. Новое, ранее использованное и непригодное для стрельбы. В зависимости от этого выплачивается вознаграждение. В 2015 году было принято более 500 единиц оружия. В 2016 году было принято около 300 единиц оружия и боеприпасов. В 2017 году было принято уже более 100 единиц оружия. В 2018 году уже было принято всего лишь 40 единиц оружия. В Казахстане данная акция впервые стартовала в 2008 году. Стоит отметить, что боеприпасы для гладкоствольного и газового оружия не принимаются. При добровольной сдаче незарегистрированного оружия лица освобождаются и от административной, и от уголовной ответственности. Для сдачи оружия гражданам необходимо предоставить документ, удостоверяющий личность и личный счет в банке. Оружие далее подвергается криминологической экспертизе. За гладкоствольное оружие полагается вознаграждение в размере до 30-ти месячных расчетных показателей. За нарезное оружие – до 50 МРП. Телеканал Семей.